Добро пожаловать на YouTube канал Сергея Любарского. Несколько дней назад я опубликовал свой ролик, где меня критиковал некий пересочный украинец. Ну, не секрет, что это и не украинец, и не пересочный. Это, по мнению некоторых, бывший уголовник с погонялом Костя Калоша, человек, проживающий в Израиле, человек, который далеко не бедный, и какой-то блогер. Вне зависимости от всего этого, он пытался отразить, выразить какую-то позицию какого-то общества, части украинского общества, и именно поэтому я ответил на его позицию, которая мне представляется фундаментально неправильной, и вместо того, чтобы критиковать его лично, я использовал эту простую угрозу в мой адрес по печени, или почему-то по кишкам меня собирались бить, для того, чтобы поговорить с вами об том, как должна проходить экономика, развиваться экономика в Украине в военное время. Прочитав ваши комментарии, много интересных комментариев, я пришел к выводу, что постсоветское пространство никогда не изучало, ну, большинство людей, естественно, не все, всерьез в экономику, и это полбеды, но при этом они считают, что они все, или вы считаете, что большинство из вас прекрасно разбираетесь в экономике, в чем вы абсолютно не разбираетесь. И вот эта вот каша в головах, боюсь, что не только у ПРС-очных, но и у руководства, включая лидеров общественного мнения, включая парламент, включая правительство, приводит к очень печальным последствиям, поэтому я попытаюсь сделать как можно более простой анализ, что нужно сделать в Украине для развития экономики. Прежде чем я начну этот анализ, и обещаю, что это будет очень понятно, очень доступно, упрощено, поэтому критиковать меня, что я объясняю на пальцах не надо, я это делаю специально. Никаких графиков, никаких кривых, никаких умных слов не будет, я попытаюсь это сделать на уровне беседы с таксистом в автомобиле. Я не говорю, что таксисты глупые люди, просто говорю, что это тот уровень, который я хочу преследовать. Но прежде чем я начну, я хочу сказать о том, что все мои дальнейшие рассуждения, рекомендации и логика построены на том, что война это не экономическое явление, во время войны существуют совершенно законные нарушения свободных принципов свободной экономики, в этой ситуации возникает огромное количество мест, где можно заниматься экономическими злоупотреблениями, и это то, что по-английски называется war time profiteering, то есть использование перекоса в экономике в военное время для личной наживы. В Америке war time profiteering карается смертью, в воеверное время смертью, и в гражданскую войну, где это наиболее просветало, повешение в Американской Америке, своей конституции и так далее. Вот поэтому, если в Украине не будут вешать мародеров, ну вешать, садить на электрический стул, там расстреливать, мне все равно, и конфисковать их собственность, всю поголовно, все, что они накопили здесь, за границей, нужно конфисковать, ничего из предложенных мной теорий работать не будут. Наоборот, это приведет к еще большему усугубительному состоянию, когда мизерная часть общества, меньше 1%, наживается и разворовывает деньги у большинства, создавая условия, по которым ни одна экономическая реформа не будет возможна. Это не экономическое преступление, это преступление против государства. Эти люди в военное время своими действиями разрушают государство, и именно поэтому, в виде исключения, учитывая военное время, лишь потому, что на их руках, на руках вот этих коррупционеров, кровь невинно погибших солдат, чьё жизнь не было сохранено, ввиду отсутствия развитой экономики, вот такая простая цепочка, именно поэтому генеральный прокурор, любой прокурор должен требовать смертной казни. Да, вот есть такое понятие, смертная казнь. Поэтому еще раз, не нужно писать в комментариях, что Любарский не знает, как живет Украина, у нас это невозможно. Знаю. Все остальное, пока вас не начнут уничтожать, физически уничтожать коррупцию во время войны, все остальное не работает. С другой стороны, у вас есть уникальная возможность, именно используя войну как предлог, и уничтожить ту самую коррупцию, и коррупционеров не в абстрактном смысле, потому что Украина борется и уничтожает коррупцию уже 30, там сколько, 2 года, да? Нет, уничтожить ее физически. Итак, многие экономисты определяют экономику как науку о изучении, приоритизации и перераспределении ресурсов, которые всегда по определению scarce, то есть нехватающих ресурсов. Если ресурсов бесконечно много, то никакая экономика не существует. Есть такое определение экономики. Соответственно, в мирное время производятся мирные изделия и услуги, и товары, а в военное время должны производиться военные услуги и товары. Главным, но не основным ресурсом является труд. Часы человека готова работать на каком-то производстве. Во время войны, как это произошло в Украине, около миллиона человек ушло на фронт. Ничего созидательного с точки зрения экономики, неважно, это ВПК или товары народного потребления, они не производят. То есть в стране, в которой 30 миллионов населения, миллион работоспособного населения ушел на войну. В этом состоянии в стране должна быть нехватка рабочих рук. Тем не менее, в это время в Украине безработица. Это говорит о том, что экономика не работает ни на военных рельсах, не работает на гражданских рельсах, она не работает ни на каких рельсах. Украинская экономика лягла, лягла она еще до этого, лягла она потому, что до этого, потому что были драконовские налоговые законы, инфраструктура так построена, что вся украинская экономика была серая. То есть люди работают, люди обмениваются товарами и услугами, но при этом налоги с этого не платят. Ничего преступного в большинстве своем они не делают. Я не говорю проституцию, наркомании. От того, что вы продали свои услуги и не заплатили налоги, это серый рубль или серая гривна или серый доллар. Он не черный, он не белый, он серый. Это незаконно, но все это делают. И в Украине просветает сейчас серая экономика и практически лежит белая экономика. И это нужно менять. Нужно менять это и нужно менять тот факт, что никто, никакое министерство не может определить, какой конкретный человек пофамильно остается и будет делать товары народного потребления, а какой другой человек пофамильно должен прекратить делать то, что он делал до этого и начать работать на военное производство и товары военного потребления. Вот такой вот пофамильный список всех работающих украинцев создать невозможно ни при одном уровне компьютера, ни в одной стране, аттестовать, кто должен уйти, кто эффективнее будет работать в гражданской промышленности, кто эффективнее будет работать в военной промышленности, невозможно. Дай бог Украине решить эту задачу в своей армии. Там людей меньше, результат эффективнее, Украина и этого не может сделать, но про армию мы говорить сегодня не будем. Поэтому вот эту задачу, перераспределение трудовой функции людей в обществе, кто что делает в обществе в военное время, решает свободная экономика. Да, по-другому не получается. Но эта свободная экономика очень сильно подвержена государственному влиянию и государственному давлению. Именно поэтому и необходимо государство, в отсутствие такого государства, не бежайтесь на меня, господа анархисты, в отсутствие государства во время войны никакая экономика, никакую оборонную промышленность создать практически невозможно. Поэтому то, о чем я вам рассказываю, это создание экономического гибрида, где государство, опираясь на принципы свободной экономики, решает главную и основную задачу, как правильно распределить ресурсы. Этот кусок металла идет на производство автомобиля, автомобиль это средство потребления, люди любят ездить на автомобиле, или этот кусок металла идет на производство броневика, и это идет в армию. Ответа на этот вопрос ни один планер, ни одно государственное распределение сделать не сможет, это могут сделать только лишь свободные предприниматели, свободно в рынке, но государство создает определенные условия для решения этой задачи. Прежде чем я продолжу, я хочу сказать, что сегодня, я записываю это 6 февраля, вторник, на моем канале выйдет анализ интервью с Токрал Карсоном, на канале Кофе с Любарским, и вы, дослушав мой сегодняшний ролик о свободной экономике, должны, должны, настаиваю, перейти на мой канал Кофе с Любарским, не забудьте там подписаться, потому что канал ведет себя очень странно, там 20 тысяч просмотров на каждый ролик, и 400 тысяч подписантов, не забудьте там подписаться, потому что ваши подписи помогают распространять этот канал среди широкой аудитории. Для того, чтобы государство могло закупать оружие, а также платить необходимую зарплату воюющим, те, которые воюют, должны получать зарплату, иначе они не смогут воевать, и также содержать весь военный аппарат, для этого у государства должны быть деньги. Единственный способ получить такие деньги в свободной экономике, это обложить налогом общество. Другого способа получения денег в свободном обществе не существует. Альтернатива построить государственные предприятия не работает, потому что государственные предприятия всегда работают менее эффективно, чем свободно, принадлежащие частному бизнесу предприятия. Поэтому государство должно избавиться, об этом мы чуть позже поговорим, от как военного, так и невоенного производства, и вместо этого продать. Избавиться в смысле продать. И единственный источник доходов в Украине для воюющего государства должны быть налоги. Другого не существует. Украина должна выйти из серой экономики. Сейчас я оцениваю валовый национальный продукт Украины с учетом пересчета на покупательную способность примерно в 200 миллиардов долларов. Это сегодня с учетом пересчета. Что такое пересчет на покупательную способность? Когда мы считаем валовый национальный продукт Америки, то мы считаем все купленные товары и услуги. И допустим, услуга парикмахера в Америке стоит где-то от 20 до 40 долларов. Скажем, в среднем 30. Совершенно такая же услуга в Украине стоит, наверное, в 5 раз дешевле. Поэтому без пересчета на покупательную способность, что ваша валюта может вам купить? Переводить просто гривневый ВВП в доллары по объему обменному курсу это абсурдно глупая задача. Это говорит ни о чем. Вы меряете непонятно что, непонятно каким термометром. Поэтому если включить, какой уровень товаров и услуг может купить Украина на количестве тех гривен, которые создает валовый национальный продукт, вот валовый национальный продукт, это общая сумма товаров и услуг, и оценить это в долларовом эквиваленте, то Украина создает сейчас как минимум, включая серую экономику, о которой экономисты ничего не знают, как минимум 200 миллиардов долларов. Отпустив экономические вожжи, то есть расправив крылья предпринимателям и раскрутив экономику, военную экономику, сейчас об этом тоже поговорим, Украина в течение года может выйти на уровень 300 и выше миллиардов долларов валового национального дохода по пересчете покупательной способности. Надеюсь, это понятно. Из этих 300 миллиардов долларов, которые Украина может себе обеспечить, как минимум 120 миллиардов, чуть больше трети, 35 процентов, должно уходить на оборону, включая зарплату военнослужащих, закупку военных техник, техники и технологий и так далее. Кроме этого, Украина получает извне и за границей, но сейчас, хочется верить, что тренд не сократится, заемами или безвозмездными донатами, еще где-то порядка 20-30 миллиардов долларов. И таким образом, государство может жить практически на эти суммы, создав практически безналоговую экономику. И когда повышать налоги безналоговая экономика, единственный налог, который государство будет собирать, это налог на оборону. Все налоги, которые вы платите, должны уходить на оборону, вот те самые 35 процентов, это посильное налоговое бремя для общества, а само государство живет на деньги, подаренные или занятые извне. Вот такое вот экономическое состояние. Чем больше вы соберете налогов, тем меньше погибнет ваших братьев и сестер, ваших близких, которые воюют на фронте. Это совершенно очевидно. Мы должны с вами также признать, что в Украине практически не существует эффективного или какого-то существенно значимого экономического военного производства. Его нет. Оно когда-то было, его разграбили, закопали в землю, растащили, неважно, что с ним произошло. Сейчас не историческая экскурсия. И единственный способ возродить военное производство, производство всего необходимого для войны, от военных кальсонов до сложнейших ракет, это пустить в это предпринимателей, людей, которые, работая по спецификации, выставленной государством, готовы предоставлять наилучшие товары и услуги за минимальные цены. Опять же, не пишите мне про коррупцию. Человек, который дал взятку за контракт, должен быть повешен. Это понятно. Так вот, единственный способ раскрутить такого рода предпринимательство, это создать идеальные условия для предпринимателей. Нет бизнеса, производящего оружие, нет оружия. И тогда вы скатываетесь в состояние, дают на шару, берем на шару, потому что свое производить не можем. Самый естественный способ раскрутить предпринимательство за год, самый эффективный, это уменьшить налоговое бремя бизнесов до нуля. Бизнесы не платят налоги. Это самое привлекательное условие для предпринимателя. Но не нужно говорить, что при этом бизнесы никто не шмарит, не проверяет, не контролирует. Все контролирующие бизнесы органы отменяются. Соответственно, это создает очень привлекательные условия для любого бизнесмена, причем подчеркиваю, как иностранного, так и домашнего. Тут нужно бороться за существование государства. Это экзистационная война. И будет этот производитель находиться в Украине или за бежом, с точки зрения тех задач, которые решает Украина, это не принципиально. Итак, полное, безналоговое, с точки зрения бизнеса, общество. Если бизнес заработал прибыль, неважно, какой процент этой прибыли, и вложил эту прибыль в развитие бизнеса, то ни копейку налоговых затрат этот бизнес не несет. До тех пор, пока прибыль из бизнеса не будет выводиться владельцами бизнеса, и тогда мы переходим к следующей части, это становится чем-то доходом. А подоходный налог у нас будет. Следующее. И возникает вопрос, если мы не облагаем налогами бизнес, откуда взять деньги, откуда взять деньги государству? Кроме того, мы отменяем налог на добавочную стоимость. Налог на добавочную стоимость очень сложно считать, очень сложно взимать, он душит экономическую деятельность, и весь этот НДС тоже отменяется, просто вот в ноль. Его не существует. Его просто нет. Кроме того, создавшимся бизнесом нужно будет очень много товаров и услуг, которые Украина временно или постоянно не производит. Например, технологии, чипы, материнские платы, стекловолокно, пластиковолокно, огромное количество продукции, которую Украина может быть будет произвести в будущем, но сейчас не производит, и современный мировой рынок производит эти товары дешевле и лучше. Нет смысла заморачиваться у себя, давайте покупать. Соответственно, для развития бизнеса любой импортный налог, то есть налог на экспортируемый из-за границы товар должен быть отменен. Мы отменен. Мы создаем идеальные условия для развития бизнеса, потому что наша с вами задача за год создать самый мощный, самый эффективный, самый большой ВПК, большой с точки зрения процентного соотношения отрасли к размеру экономики, естественно. То есть мы отменили налог на добавочную стоимость, мы отменили налог на бизнесы, мы отменили налог на импорт. Это как раз все налоги, за счет чего живет сейчас украинское государство. То есть все, что украинское государство получало до этого, мы отменяем. Более того, украинское государство получало от небольшого количества прибранных предприятий какие-то дивиденды, мы эти предприятия тоже продаем. То есть все, вся налоговая база в Украине, как вы к ней привыкли, полностью отменяется. Я по-прежнему подчеркиваю, треть всего валово-национального продукта, все, что создало это общество, ваше общество в Украине за год, примерно 35% должно уйти на оборону. Где взять эти деньги? Вводятся другие налоги. Первый налог, который вводится, очень большой, очень важный, сейлстакс. То есть налог с продажи конечного продукта. Если я для производства дронов у Смежника купил софтвор, то есть программное обеспечение, ни копейки налогов я ему с этой продажи или государству не плачу. Она только мешает мне производить эффективно и дешево дроны. А наша задача производить очень много дронов очень эффективно и дешево. Чем эффективнее и дешевле мы их будем производить по сравнению с Россией, тем больше шансов у нас победить. Правильно? Правильно. Поэтому сейлстакс, в отличие от другого вида таксов, как, например, кто-то мне написал умник, что сейлстакс это и есть налог на добавочную стоимость? Нет. Налог с продажи это налог с продажи конечного продукта. Продукта или услуг конечного потребления. То, что идет в товары народного потребления. Мы облагаем налогом товары народного потребления, чтобы стимулировать производство чего? Вы угадали товаров военного потребления. Нам нужно уменьшить товары, производство товаров народного потребления, Поэтому мы их облагаем налогом и мы тем самым стимулируем производство, безналоговое производство товаров военного потребления, а также капиталовложений в общую экономику, станкостроение и так далее. Окей, с этим мы разобрались. Поэтому мы вводим налог с продаж и налог с продажи мы вводим дифференцированный, то есть на товары питания, на необходимые вещи, на то, без чего не может прожить бедная часть населения, налог вводится где-то примерно 20-процентовый. То есть тот минимум, та прожиточная корзинка, экономисты прекрасно знают, что такое минимальная прожиточная корзинка, что сюда входит, налог 20-процентовый. На все остальное идет прогрессивная статья налогов с продажи на конечный продукт или услугу. И на услуги массажа, это не является необходимым сервисом, вводится уже 50-процентовый налог. На столовые там какой-то категории 70-процентовый, а на роскошные рестораны 100-процентовый налог. Мы тем самым душим, налогом душим производителей ненужных или менее приоритетных услуг, отдавая приоритет чему, снова подчеркиваю, буду бить как молотком по гвоздю, пока не вобью вам в голову простую истину. Страна воюющая должна производить в достаточном количестве предметы военного потребления. Им должен дать приоритет, соответственно, по определению приоритета, производство всего остального, как то массажей или фешенебельных ресторанов или фешенебельных гостиниц, должно даваться нишский приоритет. Как мы регулируем этот приоритет? Совершенно неэкономичная война, это неэкономичная вещь, с помощью налогов. Окей, здесь мы разобрались. Сразу слышу, что многие из вас будут говорить о том, что бедные бабушки, дедушки, получающие нищенскую пенсию, помрут чертовой матери с голоду, если им будут платить те же пенсии, а цены поднимутся как минимум на 20%. Тут есть ряд замечаний на этот аргумент. Первый, так как говорит о том, что мы отменим импортные пошлины, и мы отменим проверки, и мы отменим регуляторное давление, и мы отменим налог, который вы платите, но просто вы не понимаете, что вы его платите, налог на добавочную стоимость, то в том мире, который я сейчас пытаюсь нарисовать, на самом деле товары народного потребления, необходимые для жизни общества, сильно в цене не возрастут, скорее всего упадут. В то же время я хочу отметить, что у всех бабушек и дедушек, которые умирают в Украине с голода, существует прекрасная, не Богом вам данная, а данная вам Евросоюзом, возможность собрать свои манатки и уехать с Богом в Германию, Бельгии, Италии, Испании. Вас там будут содержать совершенно в лучших условиях. Если вы не можете себя содержать, если ваши родственники, ваши друзья, ваши дети не могут вас содержать на том уровне, на котором вы хотите, чтобы вас содержали, это не дает вам право требовать повышения ваших пенсий, потому что любая пенсия, выполнена пенсионерам, это минус еще один бронежилет для человека, который погибнет на фронте, выбирая между людьми, которые защищают родину, да, страшный тяжелый выбор, кто погибнет. 70-летняя бабушка, которая не хочет уехать в Бельгию, у нее тут кошечка. Или молодой человек, который пошел защищать родину, и у нее не хватает средств борьбы с врагом. Так вот, приоритет общества должен быть помощь защитникам родины. А бабушка должна взять кошечку в мешочек, в этот, в корзиночку, и отвезти в Бельгию. Там за кошечкой и за бабушкой будут смотреть. И от того, что у бабушки остаются ее родственники, ее друзья, ее образ жизни, все это остается разрушенным, и бабушка страдает, я прекрасно понимаю, говорю абсолютно без иронии. Но экономика, как я уже в начале своего лекции говорил, это наука о приоритетах, приоритет сохранить жить воину и морально, и прагматически гораздо выше. Life inspectancy у бабушки, это все экономика, господа. 3, 5, 10 лет life inspectancy у воина, а также то, что он может создать для общества. Кто-то должен эту раздруху потом восстанавливать, кто-то должен стоить мосты, города и будущее общества. Бабушки до этого не доживут, даже если они останутся в Украине. Поэтому я не призываю пожертвовать бабушками, я призываю, что бабушки должны прекратить заниматься эгоизмом, взять кошечку и переехать в Бельгию. Вас выпускают современные границы, Бельгия вас примет. Это их решение, ну, я имею в виду коллективные Бельгии, весь Евросоюз вас разместит. Таким образом, это отвечает на вопрос, кто работает в кафешке, в ресторане, а кто идет работать на только что созданное производство по пошиву обмундирования для военных. И, смею вас заверить, начнется конкуренция за трудом, и рестораны будут закрываться. Да, я призываю на то, что в военное время большинство ресторанов закроются, они не производят существенные продукции, необходимые для войны. А уволенные официанты и официантки пойдут работать на военные производства. И, смею вас заверить, при вреднении этой системы в стране не то, что не будет безработицы, в стране будет дикая нехватка рабочих рук, и Украина должна будет импортировать временных работников, и уровень зарплат начнет резко расти. Спрос-предложение. Очень много предпринимателей хотят производить дроны, снаряды, стволы, запчасти, оружие, шить форму, выпускать еду для армии, лечить солдат и так далее. И, соответственно, нехватка людей приведет к тому, что зарплаты начнут расти. Это естественный экономический процесс. При этом бабушкам с их пенсиями, которые никто понимать не будет, нужно будет серьезно по-прежнему думать, как переехать в Бельгию. Итак, вопрос, что будет делать бедная официантка в закрытом ресторане, мы решили. Она пойдет шить, стоять у станка, разрабатывать программное обеспечение, тестировать выпуск снарядов. В общем, работа ей найдется. Это не проблема, что она будет делать, проблема, которую нам придется решать, где взять столько людей для такого рода раскрученной экономики. Окей, с этим мы разобрались. Как только у людей начнет расти уровень дохода, любой человек, который получает, ну скажем, тысячи долларов и выше, серая экономика закончилась. То есть вам нет необходимости работать по-серому. Все, что вы получаете, вы получаете. Хоть в конверте, хоть не в конверте, ваше дело, оно никак не отличается. Но если ваш доход больше, чем тысяча долларов в месяц, вы начинаете платить подоходный налог. Подоходный налог, который дает вам возможность, чем больше вы платите, тем больше дает вам возможность участвовать в обеспечении безопасности собственных вооруженных сил. Своими налогами вы спасаете тех людей, которые не на фронте, потому что они защищают вас. По-моему, совершенно справедливо. Донаты можете не поставлять. Само наличие всей этой индустрии доната в Украине говорит о глубоко больной экономике. В той экономике, которую вы рисуете, донаты не нужны. Вы просто платите подоходный налог, платите ежемесячно. Если у вас частное предприятие, если вы работаете на кого-то, это не важно, вы платите подоходный налог. То есть предприниматель не берет с вас налоги, он сообщает государству, сколько вы заработали, государство с этого берет соответствующий налог. И этот налог учитывается при мобилизации общества. Программист, который зарабатывает 5000 долларов и платит примерно 3060% максимальную планку налогов на оборону страны, принесет гораздо больше платя обществу 3000 долларов каждый месяц, нежели из него сделают минометчик. Минометчиков в Украине найдется. Программисты, способные заработать 5000 долларов, в Украине не найдутся. В таком количестве. Поэтому, опять же, экономика наука о приоритизации. И мы приоритизируем. Человек, способный зарабатывать 5000 и больше, зарабатывает. Человек неспособный. Идет воевать. Но при этом, если программист хочет идти воевать, никто ему это не откажет. Это его патриотический долг. Пусть идет воюет сколько угодно. Таким образом, комбинация налога с продажей и подоходного налога создает всю необходимую базу. Можно там спорить о цифрах, процентах. Сейчас неважно. Мы говорим о принципах. Создает всю налоговую базу для содержания армии. Полного содержания. Кроме этого, мы распродаем, уничтожаем всю государственную собственность. Вся государственная собственность полностью уничтожена. Все, что было когда-то государством, становится частным. И частники забирают те станки, оборудование, ресурсы, площадя, которые необходимы для производства, чего, уже догадались, бьют, как молотком по гвоздю, производство, срез производства для обороны. Сложнейший процесс создания технологического производства, который Украине нужно пройти рекордно быстрыми шагами. Окей. С этим мы разобрались. Как мы знаем, в Украине огромное количество населения работает на государственные предприятия и работают на государство прямой. То есть это те самые чиновники. Люди, которые были инспекторами труда, инспекторами качества, инспекторами там... 30 разных инспекций существует в Украине и их количество в тысячах измеряется. Совершенно активные, физически способные люди. И все эти люди выходят на рынок труда искать работу где? На вновь созданных производствах по производству вооружений. Это тот самый ресурс, который нам нужно создать, человеческий трудовой ресурс, который нужно создать для производства оружия. Этим оружием ваши воины, которые получают хорошие зарплаты, будут защищать вашу страну. Ну, где же вы людей возьмете? С Марса, что ли? Нет. Вам нужно закрыть неэффективные государственные производства и закрыть все инспекции, которые чморят бизнесы, а бывший налоговый инспектор пошел к станку точить болванки снарядов. Я понимаю, что смешно звучит. Но так будет устроен рынок. И если он не пойдет в станку, ну тогда не задавайте вопрос, на что он, бедолага, будет жить. Возможности заработать в развивающейся военной экономике Украины у него будет сколько угодно. Такая же возможность, которая существует у всех остальных людей. Теперь переходим к валюте и международным экономическим соотношениям. Существует ряд продуктов, которые Украина производить не может. Соответственно, существует кофе. Кофе не производится в Украине. Украина не может производить свое кофе. Ну, зерна имеется в виду. И Украина не может производить свои микрочипы, то есть свои платы полупроводников. Что важнее для войны? Кофе или полупроводники? Совершенно очевидный ответ. Полупроводники. На них строится вся дроновая революция. Как построить экономические условия, по которым общество покупает меньше кофе и покупает больше полупроводников? Очень просто. Если вы закупаете из-за границы товары народного потребления, ну, как кофе, например, закупаете сколько угодно, но это будет облагаться налогом. Если вы закупаете товары ненародного потребления, либо военные товары, либо капиталовложения, то есть вам нужен станок для производства чего-то, неважно чего, это капиталовложение, Украине нужны капиталовложения. Это не облагается налогом. Вот введение такого налога создает приоритет. Общество мотивировано, то есть стимулировано закупать оборудование, технологии и товары для войны и не закупать то, без чего можно жить. Без кофе можно жить. Немцы научились в 44-м году пить цикорий, не конец света. Вот Искандер на кухне, это конец света. Пытки в подвалах, в оккупированных территориях, это конец света. А без кофе, ну, да, война. На войне, как на войне. Итак, мы говорим о том, что наша задача приоритизировать закупку. Можно стоять на границе и решать, какой товар везет. Для этого нужен огромный таможенный аппарат, который будет создавать условия для коррупции. Каждый введенный товар будет характеризоваться, нужно его переквозить через границу или нет, и какой таможенный поршень обладает. Самое простое условие это обложить налогом валюту. Как только вы вывозите за границу валюту, если вы покупаете за свои доллары или евро товары военного потребления, это бесплатно. Если вы вывозите эти доллары за границу на покупку кофе и других товаров не ваннородном потреблении, включается счетчик. Кофе как очень непринципиально важный товар вдвойной. И тогда количество людей, пьющих кофе в кафешках, сильно уменьшится. А куда денутся эти ресурсы, куда денутся эти люди? Они будут работать в две смены на предприятиях, выпускающие средства производства, где очень много платят, уровень жизни не вырастет, потому что из этих много платят, придется платить тот самый подоходный налог, о котором я говорил. Но при этом вся страна начинает работать на оборону, на экономику, потому что состояние, в котором находится сейчас Украина, где каких-то божевельных забрали в бусиках и отправили погибать, а остальные... Я не обвиняю вас, я просто говорю о том, что так сложилась экономика, так ее сложил офис Зеленского, что вам нет эффективного применения вашим силам, талантам и времени для защиты тех людей, которых Зеленский во имя вас послал защищать Украину. Так вот, весь мой сегодняшний ролик о том, как нужно поменять этот парадигму, этот статус-кво, который сложился сейчас, чтобы, если вы не воюете, если вы не на передовой, и у вас нет денег, тогда, пожалуйста, в армию, в армии огромное количество, ну, по-нормальному должно быть до 40% людей, которые не на передовой и что-то делают. Если вы не в армии, и вам не платят какую-то нормальную минимальную зарплату, но вы не на фронте, и если вы не на фронте, то вы должны быть в тылу и делать что-то для фронта. И что вы будете делать для фронта, решит рынок, где какой-то предприниматель повесит в газете объявление «На моем производстве дронов нужны специалисту поклейки пластиковых крыльев». Оплата такая-то обращаться сюда-то-то. Вот такой мир должен быть создан. Совершенно очевидно, что в Украине создалась ситуация, в которой есть граждане и пассажиры. Граждане и те, которые пошли воевать, чьи семьи страдают от того, что отца ранили, отца могут ранить. Вот семьи военнослужащих и военнослужащих это граждане. Пассажиры, как и тот самый Костя Калоша, который, сидя в Израиле, рассказывает мне, как нужно меня бить по кишке. При этом сам он с Украины уехал, никакого отношения к Украине, как и я, он не имеет, но при этом он издает «Глаз народный». Нет, этих людей не нужно прогонять из Украины, их просто нужно лишить прав голосовать. Да. Голосуют те, кто замешан в том, что происходит. От того, что 90% населения будет кричать «Слава Украине, героям слава» и поддерживать эту войну до бесконечности, людям, которые реально несут на себя бремя этой войны, ни холодно, ни жарко. Поэтому голосовать по пропросам, кто будет президентом, как будет устроена экономика, кто будет премьер-министром, кто будет Верховной Радой, будут люди, которые по-английски называется «skin in the game», у которых есть, несут бремя, нагрузку этой войны. То есть это люди, которые либо служат, служат на передовой, либо люди, которые платят подоходный налог, я сказал, не все платят, платят люди, зарабатывающие больше какого-то уровня, и они платят до 60% своего дохода. Вот когда люди, которые платят 60% того, что они зарабатывают, говорят, что они хотят продолжать платить эти 60% во имя свободы Украины, их мнение считается. От того, что вы сидите на кухне в Израиле и говорите мне, что Украина должна воевать до бесконечности, ваше мнение или не до бесконечности, неважно, я не агитирую в данном случае ни в ту, ни в другую сторону. Я просто говорю о том, что только лишь граждане, те люди, которые нанесут на себя либо финансовое, материальное, либо нематериальное, физическое, бремя войны, и будут участвовать в референдуме, кто будет следующим президентом, и хотим ли мы подписывать мир с Россией, или хотим ли мы воевать до конца. Следующее. Мы открываем все границы, да, 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 страшный вечер, и мы открываем все границы, мы забираем пограничные войска, таможенные войска, все войска, забираем чертовой матери, и эти люди, военнослужащие, обученные, вооруженные, в форме, с транспортными средствами, идут воевать на фронт. Границы, но имеется не с Российской Федерацией, не с Белоруссией, а границы Словакия, с Польшей, открытые на распашку. Любой человек, который хочет уехать из Украины, уезжает, но при этом он лишается права голосовать. Он не лишается гражданства, забирать его паспорт, это варварство. Хочет вернуться, пусть возвращается. Но голосовать в этой стране он не будет. Принимать решение, как ведет себя эта страна, продолжать эту войну или не продолжать, кто будет президентом, будут те люди, которые как минимум находятся в Украине или как минимум платят деньги при условии, если вы выехали на Запад и вы продолжаете платить украинский подоходный налог, где вы зарабатываете эти деньги, все равно. И я уверен, что огромное количество выехавших для того, чтобы сохранить право быть не гражданином, гражданством остается. То есть формально паспорт украинский возбудит. Право участвовать в политическом процессе Украины будут платить этот подоходный налог. То есть они будут платить у себя тот налог, который они платят в Польше, потом 60% налога минус то, что не заплатили, переводится в Украину. Я, наверное, понятно объясняю. И это оставляет им возможность быть налогоплательщиками Украины, и, соответственно, они принимают участие в украинской политической жизни. Никакого насильного задержания людей в Украине не нужно. Потому что в этом состоянии это будет та страна, в которой люди будут возвращаться из-за границы сюда. Потому что в Украине будет эффективное ПВО, которое построит сама Украина. Не будет угрозы ночных, воздушных тревог. Да, это будет в течение месяцев, если это все сделать. Все поменяется. В Украине будут высокие заработные платы, в Украине будет огромное количество нехватки кадров, и люди начнут возвращаться из Польши и Германии трудоспособны обратно в Украину, потому что возникнет возможности оппоративнитесь. И дальше я хочу закончить сегодняшние размышлизмы с вами на том, что мы все, создав вот такое общество, будем вспоминать для своих внуков годы спустя, молодые особенно, которые для нас всех это будет самое великое событие нашей жизни, где мы были, когда мы с вами сделали вот эту великую революцию, кто был на фронте, кто был в тылу, кто был в снабжении армии, кто уехал, но пересылал деньги в Украину со своих доходов и так далее. И это то, что сформирует будущую великую Украину, это то, что сформирует свободное общество. Понятно, что по окончании войны будет другая перестройка, нужно прекратить платить части военных компаний, наиболее эффективные останутся и будут продавать свое оружие на экспорт. Кроме этого, государство будет закупать какое-то оружие, но количество налоговых стимулов поменяется, тогда можно будет понизить планку налогов, можно будет понизить налоги на рестораны, и люди вернутся в нормальный образ жизни так же быстро, как мы сейчас с вами построим вот эту вот экономику военного типа, свободную экономику военного типа. И вот это и называется мобилизация, когда общество мобилизирует все свои ресурсы на достижение поставленной задачи. И последнее, сейчас много разговоров о том, как области, особенно при фронтовой, где много военнослужащих, они там платят свои налоги, и у них очень много денег в этих областях, что и должно быть. Украинское государство, то есть центральное правительство, должно напечатать эффективный, то есть приносящий реальный доход облигации государственных займов, частные лица покупают эти облигации по желанию, но это ваш патриотический долг это сделать, а государственные структуры, у которых есть disposable income, то есть деньги, которые можно не тратить на необходимые, минимально необходимые расходы, покупают эти облигации, а потом государство вам эти деньги возвращает, то есть не конфисковывают, как это делает сейчас, нет, вы покупаете облигации, свободное, развивающееся, эффективное украинское государство, обладает таким количеством налогов, что в течение 25 лет оно выплатит со всеми, с процентами, со всеми необходимыми условиями, выплатит всем, кто вложил деньги в эту победу. Если это простая, совершенно очевидная экономика, в головы украинцев не заходит, я уверен, что для большинства, тут я почитаю комментарий, что тут начнется, это не заходит, то шансов у вас победить советско-диктаторскую экономику России, которая, кстати, более свободна, более свободна, чем Украина, не намного, но более свободна. С такой же экономикой, как и существует в Украине, нет, таких шансов нет. Для того, чтобы вы победили Россию, вам нужно делать все, что Россия делать не сможет, наладить свободную экономику. И последний вопрос, кто это будет делать? Рано или поздно правительство Зеленского рухнет. Рухнет либо под политическим давлением, во что я хочу верить, либо же рухнет под физическим давлением. Просто придут люди в балаклавах и закончат срок действия этого правительства, во что я не хочу верить. Поэтому рано или поздно это произойдет, я считаю, что произойдет уже в этом году, уже в этом году я предсказываю, правительство Зеленского рухнет, и я записываю этот ролик, чтобы общество начинало потихонечку думать о том, как устроить экономику свободной страны, которая находится в экзистенциональной угрозе и борется за свое выживание. Всем спасибо за время и за внимание. Спасибо, что досмотрели этот ролик. До встречи в следующий раз.